Новосибирск Большая партия антибиотиков Новосибирск поступит сегодня в Новосибирск. В аптеке города лекарства доставят из Владивостока. 12 тысяч стандартов. Среди них и препараты, необходимые при лечении коронавируса. На этой неделе регион получит и последнюю партию вакцины против гриппа. Всего у нас на территории поступило 1,312,000 вакцины. Привито уже на данный момент 1,214,000 человек. Мы идем в том темпе, в котором необходимо. 43% населения Новосибирской области уже привито. Из-за сезонного роста простудных заболеваний почти в 140 группах детских садов Новосибирска ввели карантин. Еще 38 групп закрыли из-за коронавируса. Во всех школах города сегодня начались осенние каникулы. Между тем почти 400 учеников и около 150 педагогов находятся под наблюдением врачей из-за COVID-19. Воспитанников колледжей и техникумов и их студентов вузов частично перевели на дистанционное обучение. Как отмечает в Роспотребнадзоре, в большинстве случаев инфекция передается внутри семьи. Если говорить об источнике инфекции, то у нас это по-прежнему регистрируется за счет семейных очагов 29%, за счет источника на работе 23%. А также прибывшие из-за возные случаи, за счет прибывших из-за рубежа и из других регионов у нас составляет 2,9%. За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили еще у 177 жителей Новосибирской области, умерли 6 пациентов. В отделениях интенсивной терапии сейчас 137 человек. Как в Новосибирске соблюдают масочный режим в магазинах и кафе, проверили сотрудники мэрии, Роспотребнадзоры и полиции. Обращают внимание, чтобы и работники, и посетители держали социальную дистанцию и носили правильно средства индивидуальной защиты, закрывая нос и рот. Анна Братушкина подробнее. Пока сотрудник полиции только предупреждает покупателя о возможном штрафе за несоблюдение масочного режима в магазине. Ведь надетая только на подбородок средства индивидуальной защиты – тоже нарушение. Правильно ли носят маски посетители магазинов продавцы и кассиры, проверяют сотрудники мэрии, полиции и Роспотребнадзора. Отмечают, сейчас нарушителей гораздо меньше, чем весной. Многие коснулись этой проблемы. У каждого, возможно, переболели знакомые, друзья. И какая-то социальная ответственность, она повышается у людей. У всех есть друзья, знакомые, близкие, пожилые люди. Мне кажется, это важно. Участники рейда напоминают, в магазинах нужно носить одноразовые медицинские или многоразовые тканевые маски. Шарф и салфетка с прорезями их заменить не могут. Существует санитарное правило, что такое маска медицинская. То есть этот вопрос уже отработан. Туалетная бумага не может всегда замотать. Дело не в том, чтобы замотать лицо. Дело в том, чтобы обеспечить, скажем так, санитарно-гигиенические требования для того, чтобы не заразить окружающих и самому не быть подвергнутым. А для этого существует правило по обработке этих масок. Такие маски одноразовые, неодноразовые. Во время проверки смотрят и на соблюдение дистанции между покупателями. В очереди на кассе посетители магазина должны стоять в полутора метрах друг от друга. Такое же расстояние должно быть между столами в кафе. Сотрудники общепита могут работать только в масках и перчатках. Без средств индивидуальной защиты нельзя взять еду на вынос. Сегодня в силу вступило новое ограничение. Клубы, бары и рестораны не могут работать ночью. Сотрудники привыкают к новому графику. Раньше мы работали круглосуточно. Сейчас мы работаем к полдесятому, но мы приходим, к десять открываемся. В девять в начале десятого закрываемся. Такие проверки проводят регулярно. Участники рейда отмечают, нарушений почти нет. На прошлой неделе проверили больше трехсот магазинов. Сотрудники полиции выписали семнадцать протоколов. Анна Братушкина и Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Самый напряженный период капитального ремонта жилых домов в Новосибирске завершился. Из трехсот девяносто зданий, на которых планировали выполнить работы в этом году, провели или уже завершают капремонт двухсот восьмидесяти многоэтажек. В теплое время года меняли систему отоплений и обновляли фасады. Работа продолжается и с наступлением холодов. В это время, к примеру, можно ремонтировать крыши. В одном из домов, где как раз завершаются ремонтные работы, побывал Михаил Якимов. Капитальный ремонт дома номер три по улице Фрунзе уже заканчивается. За два года здесь выполнили все работы, которые предполагается проводить по региональной программе. Часть коммуникаций, фасад и подвалы отремонтировали в 2018-м. Остальное уже в этом году. Система теплоснабжения готова, все запущено. Работы по ремонту крыши. Осталось устранить небольшие замечания и доутеплять чердачное помещение. Часть утеплителя пока во дворе под пленкой, но скоро его тоже поднимут наверх и уложат. Стропила и наружная стальная кровля полностью готовы. Местные жители довольны тем, как работают подрядчики. Ребята очень слаженные, бригады хорошие у нас. И отопление поменяли тоже, и крыша. Мы очень довольны. Ребята очень добросовестные и работают на плюс пять. Систему отопления поменяли не только в квартирах, но и в подъезде. Полностью ремонт дома обошелся в 19 миллионов рублей. Если бы жители копили сами на свой ремонт и не были бы в общем котле, то им понадобилось для этого около 30 лет. При существующих тарифах, чтобы собрать деньги, отремонтировать. Я говорю о том, что программа, которая сегодня работает по капитальному ремонту, она весьма эффективна. Этот дом построили в 1959 году. Но далеко не на всех домах, даже постарше, так быстро проводят полный комплекс работ по капремонту. Все зависит от изношенности здания. В этом году большинство работ уже выполнили. У нас горячий период капитального ремонта уже подходит к завершению. То есть все те виды работ, которые необходимо было выполнить, а это в основном ремонт инженерных коммуникаций, связанных с теплом, и именно фасадные работы у нас в этом году завершаются, уже завершены по факту. Всего в этом году планируют капитально отремонтировать 390 многоквартирных домов. 280 подрядчики уже обновили. Часть работ можно проводить и зимой. Например, ремонтировать кровлю. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. Многоэтажек в Зайльцовском бару не будет. Об этом еще раз напомнили депутатам Совета депутатов Новосибирска. Сегодня с ними обсудили проект актуализации генерального плана мегаполиса. Как будет меняться центральный округ, где появятся новые микрорайоны и детские сады, узнал Александр Сульдин. Новые микрорайоны на берегу Аби за речным портом. Целая сеть детских садов и школ, социальную инфраструктуру собираются строить вместе с жилыми домами. Это участки комплексного развития на территории частного сектора и промплощадок. В измененном генплане шесть станций метро, транспортно-пересадочные узлы. У депутатов масса вопросов. Индивидуальный автомобиль. Где у нас здесь в центре? В северном. В трудно-перекватывающей парковке. Основа транспортного каркаса – городская электричка, трамвай и метро. Северный – станция подземки и парковки в районе сквера имени Чеплыгина. Особенно депутатов интересуют перспективы строительства жилья вокруг Зайльцовского бора. В частности, там возводят жилой комплекс Кедровой. Не вырастут ли вместо Кедров высотки? Кедровой упомянули, что завод классовый так решили. Был вопрос с этажностью последнего земельного участка, который не застроен. То есть этажностью установлена средняя до восьми этажей, что соответствует той застройке, которая в Кедровом в настоящее время существует. То есть многоэтажных домов выше там не появится. Но, собственно, это жители Кедрового устраивают. На берегу Аби комплекс флора и фауна. Его строят уже семь лет. Там же в ближайшее время собираются возводить школу и садик. На территориях, не занятых деревьями. Это уже есть в существующем генплане. Перешло и в обновленный документ. В Бару отвели и другие участки под жилые дома. Пятна застройки, где в санатории стоял и не работают уже семь лет. В этих пятнах как раз будет осуществляться действительно жилищное строительство. Но также не в ущерб лесным насаждениям. Больше таких территорий нет. И в генеральном плане, в актуализированной версии, предпосылок никаких не закладывается для осуществления капитального строительства в территориях леса. Вообще на картах обновленного генплана зеленого цвета стало больше. Парки и городские леса увеличились на 4000 гектаров. Голосование по генеральному плану будет проводиться не на этой сессии, а на следующей. И пока еще есть вопросы у депутатов к разработчикам генплана. И есть еще время для того, чтобы прояснить какие-то моменты. Вопросы депутатов и их избирателей еще раз проанализирует разработчик проекта обновления генплана и мэрия Новосибирска. Пока еще есть время, чтобы внести поправки и скорректировать документ. Александр Сульдин, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Новосибирские новости в Ютьюбе. Найти просто. Ежедневно по будням свежий выпуск. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Все материалы новосибирских новостей в лучшем качестве. Full HD. Новосибирские новости в Ютьюбе. Удобно смотреть. Фестиваль хоровой музыки «Кредо Хорус» пройдет в Новосибирске. Его откроют 3 ноября. Программу представят на сцене Государственного концертного зала имени Катца. В этом году фестиваль отмечает 10-летний юбилей. Для любителей хоровой музыки это будет очень интересно. Потому что в каждом из концертов будет звучать разноплановая музыка. Это будет и русская духовная музыка. И будет и классика, и современные композиторы, как, например, Ефим Подгайец. Или там Сергей Якимов, санкт-петербургский композитор. И обработки народных песен будет. То есть это будет разноплановая музыка. Действительно, вот Россия представлена в разных стилевых решениях. Концерт «Россия в Лицах» приурочили ко Дню народного единства. Программа фестиваля разнообразная. Сольная, ансамблевое и хоровое пение, экспериментальные постановки. На сцену выдат коллективы из Новосибирска, Барнаула и Омска. Два вокальных и три инструментальных ансамбля. 3 ноября публики представят премьеру музыкально-драматического спектакля «Пир и мир» режиссера Олега Нудненко. Его создали специально для фестиваля «Кредо Хорус». Конкретно об этом произведении я, можно сказать, мечтал чуть ли не с пятого класса, когда мне подарили книжку Пушкина «Маленькие трагедии». И вот как-то первовремя чему мне понравился больше всего. Ну а тут, ну как-то вот все сложилось, да. То есть как только в марте мы с вами дружно сели в карантин, в общем-то первое, о чем подумалось, да, то есть о создании чего-то нового. Собственно говоря, сам факт создания подобного произведения является нашим ответом на любую пандемию, на любой катаклизм. Сказку про «Козленка» поставили на сцене Новосибирского театра оперы и балета в основе произведения Самуэла Маршака. Опера рассчитана на детей, которых уже сложно чем-то удивить. Авторы спектакля добавили в историю современных деталей. Что из этого получилось, расскажет Анна Буянова. Американский ковбой с коровой, хитрый цыган и русский бабка с дедом. Персонажи новой постановки в Новосибирском театре оперы и балета. Спектакль детский. Это действительно первая постановка этой оперы, которую Александр Абраменко написал специально для Новосибирского театра оперы и балета. Мы писали вместе с ним как раз летним карантинным временем. И мне кажется, что на сегодняшний день это произведение достаточно интересное, потому что на сегодняшний день нету современных детских опер. В основе постановки сказка про козла Самуила Маршака. В оригинальную историю авторы добавили несколько новых персонажей. Дополнили видеорядами и современными проекциями. Такая опера детям, привыкшим к гаджетам, точно будет интересна. При этом остаются и исконно русские мотивы. На сцене дымковская игрушка, а на костюмах и декорациях – гжели хохлама. Еще одна особенность постановки – это задор и динамичность. Играть оперу перед детьми, по словам артистов, сложно. Внимание юных зрителей нужно заслужить и удержать. В этом актерам помогает визуальный контакт. Когда ты находишься в большом зале, ты не видишь зрителя, ты видишь темноту и дирижера. А здесь, здесь ты видишь практически, половину зала ты точно видишь. Потому что освещение от сцены дает тебе такую возможность. И ты видишь, как они отвлекаются, ты видишь, как они радуются твоим действиям. Я помню, когда я исполнял «Волка» в «Красной шапочке», у нас была сцена, когда мы в конце бросали детям шарик. Это как бы давало возможность оценить, насколько ты сыграл «Волка». То есть, если дети тебя не боялись, то все хорошо. Интерактива со зрителями в этой постановке нет, но все равно будет весело. Мой персонаж – это козлик. Он активен, бодр и весел. Его купили бабушка с дедушкой. И, собственно, он раскрыл свои таланты, живя у бабушки с дедушкой. Он готовит еду, убирает и, в общем, мастер на все руки. Потом однажды он решил пойти в лес за грибами, и там на него напали волки. Чем закончится эта история – ответ на сцене новато. Анна Буянова и Сергей Хлопов. Новосибирские новости. Здравствуйте, это Вадим Белинский. А это Дмитрий Молот. По будням с 8 до 10 встречаемся с вами на городской волне 101.4 FM. Все. Чем живет наш город по утрам за два часа? Любимая передача «Новосибирск. Главный». Оригинальные рубрики, полезную информацию, лучшую музыку и хорошее настроение гарантируют. Новосибирск. Главный. Включайте утро. Попробовать прованские блюда и посмотреть французские фильмы приглашает новосибирцев в кинотеатр «Победа». Здесь открыли тематический кинофестиваль. Вообще надо сказать, что французские фестивали – это наша давняя любовь, потому что когда «Победа» открылась после реконструкции в 2006 году, все началось с большого масштабного французского кинофестиваля. И за многие годы здесь бывали и Пьер Ришар, и Король Буке, и Мишеля Занавичус, и огромное количество актеров, актрис, режиссеров, продюсеров французских. На фестивале покажут пять фильмов. Картина режиссера Марго Баном «Умри, но сделай» рассказывает историю девушки с особенностями здоровья и о том, с какими проблемами приходится сталкиваться близким ей людям. А картина «Все, что осталось от революции» поможет зрителям посмотреть на нынешние политические события с юмором. Для полного погружения в атмосферу Парижа для новосибирцев создали специальное французское меню в кафе. Во время фестиваля в «Победе» проходит конкурс зрительских рецензий. Главный приз – бесплатные уроки французского. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Завтра в 18 часов слушайте программу «Вечерний разговор о жизни замечательных новосибирцев». А на сайте nsknews.info читайте о том, какую программу для посетителей подготовил зоопарк на этой неделе. На этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому